Информационно-аналитическая программа Prime Time по-прежнему в прямом эфире. Спасибо, что вы остаетесь вместе с нами. 6,5 триллионов долларов составил оборот на мировом рынке электронной коммерции в минувшем году. А к концу этого года прогнозируется еще рост на 20%. Всплеск онлайн-торговли, спровоцированный несколько лет назад пандемией, не спадает и сегодня. А наоборот, как мы видим, набирает обороты. Как развивается рынок электронной коммерции в Казахстане? Об этом поговорим с нашим экономическим обозревателем Гульнарой Хасан. Она у нас уже в студии. Гульнара, добрый вечер. Что же сегодня электронная коммерция и вообще в целом этот рынок переживает в нашей стране? Добрый вечер, Илья. Интернет-торговля в Казахстане развивается столь же активно, как и в мире. Объем продаж в 2023 году составил 2 триллиона 400 миллиардов тенге. А вот любители интернет-шоппинга на иностранных сайтах ждут перемены. Какие именно, расскажу в ближайшем выпуске. Оставайтесь с нами. КОНЕЦ К концу года рынок электронной коммерции в мире достиг 7 триллионов долларов. А к 2026 году превысит 8 триллионов долларов. На первом месте по доле e-commerce в общем рейтинге Китай. На втором США, третье место у Великобритании. В Казахстане рынок розничной электронной коммерции за 2023 год вырос на 79%. Объем продаж составил 2 триллиона 400 миллиардов тенге. Это в 10 раз больше, чем в 2018 году. Такие данные приводит международная консалтинговая компания Бейкотели Казахстан Эдвайсери. Доля электронной коммерции в общем объеме розничной торговли превысила 12,5%. Цифровизация развития IT-отрасли и инфраструктуры, а также популярность сервисов, представляющих рассрочку, способствуют развитию электронной коммерции. Евразийская экономическая комиссия рассматривает изменение размера налогов на ввозимую продукцию от 5 до 15%. Цель создания равных условий между странами ЕС и третьими странами на электронных торговых площадках. Как сообщили нам в Комитете госдоходов Министерства финансов, на сегодня казахстанцы, как и другие жители стран ЕС, могут не платить налоги, если сумма покупки на иностранном маркетплейсе не превышает 200 евро, то есть 99 490 тенге. Отмечу, два года назад порог составлял 1000 евро или почти 500 тысяч тенге. Временно порог был повышен в связи с санкциями и сокращением поставок товаров в Россию из многих стран. В конце марта этого года норма действовать перестала. На сегодняшний день товары, которые вводятся в рамках приобретаемой интернет-площадками, они регулируются решением Совета Евразийско-экономического комиссии. Это 107 решение. Там установлен товар для личного пользования, пересылаемый в международных почтовых отправлениях, превышающую норму беспошлиного ввоза 15%, но не менее 2 евро за 1 килограмм веса. Норма беспошлиного ввоза у нас 200 евро, но не более 31 килограмм. Как сообщает Интерфак со ссылкой на пресс-службу ЯЭК, 15% пошлина может быть установлена в отношении отдельных видов пищевой и сельхозпродукции. Это мясо, рыба, молочная продукция, яйца, овощи, продукты из зерна и злаков, алкогольные и безалкогольные напитки. А также изделия из легкой промышленности, драгоценных камней, металлов, стройматериала и автотранспорт. Минимальная 5% ставка, как предполагается, распространится на ввоз животных и растений, фруктов, орехов, кофе, чая и какао. Также кормов для животных, химической продукции, в том числе лекарств, полиграфической продукции, текстилей, изделий черной и цветной металлургии, а также электроприборов и оптики. По остальным категориям ставка на ввоз товаров, купленных через интернет-площадки, составит, как ожидается, 10%. По мнению экономиста Марата Абдурахманова, в Казахстане необходимо создать национальный маркетплейс. Для других стран он стал бы ключом к электронной торговле в Казахстане. Аналогичной системой создавали разные страны мира. Система позволила бы устанавливать единые правила торговли для всех участников. А также позволила бы поставщикам реализовать продукцию напрямую, без посредников. Это выглядит так. Национальный маркетплейс открыт для всех наших налогоплательщиков, которые там регистрируются по своему ИИН или БИН. После регистрации их товара, работы или услуги, государство предоставляет некие льготы, преференции в соответствии с налоговым кодексом. Исходя из себестоимости их товара, работы и услуги. Если эти льготы не нужны, значит ее нет. И тогда наши граждане получают наши товары по себестоимости. Если у нас будет единый свой маркетплейс, допустим, казахстанский, да? Многим людям станет просто невыгодно работать в торговле. Они пойдут в производство. На этом я завершаю свой выпуск. Илья, передаю слово. Гульнар, очень интересная информация. Вот то, что вы сказали в конце касательно маркетплейса для казахстанских пользователей, да? То, что убирает лишнее звено. Вот в этом плане еще нашим производителям очень важно интегрироваться в маркетплейсе международный. Что тоже очень может благоприятно повлиять на развитие нашего экспорта. Это была Гульнара Хасан с ее главной цифрой. Ну, а мы продолжаем.